Друзья мои, всем пламенный привет. Осенний от Курян из Самарской губернии. Раннее утро, девочки, седьмой час. Мне опять сегодня не спится. Проводила Виктора Васильевича. Пошла погулять. Сегодня уже с утра 11 сентября. Иду потихонечку. Девчонки, чем занимались эти дни? Ой, Таня решила навести красоту неземную. Прическу сделать. Записались с доченькой в парикмахерскую. Благо тут все рядышком, близко. Буквально вообще через дорогу. Ничего не скажу. Все хорошо, девчонки. Ну, конечно, мне непривычно с такой прической, потому что я была седая, а теперь совсем белая, светлая. Ну, куда деваться, покажу вам. Сидела я долго, пока меня мелировали. Девочки сказали, волосы пожженные. Не будем сильно менять цвет. Ну, как получилось, девчата. Вот такие вот дела. Сегодня наши планы поехать в какой-нибудь ВУЗ. Мы там выбрали несколько сыну посмотреть, чтобы записаться на курсы. Подготовительные. Цены, конечно, оборожительные на курсы, но ничего. Девчонки, вы мне оказали хорошую помощь. Спасибо вам огромное. Моим близким подружкам и просто знакомым. Я потом выставлю тех скрин, тех девочек, кто мне помог. Спасибо большое. Дай вам Бог здоровья. И, как говорится, бумеранг, он вернется. Я вот сейчас только это понимаю. Когда я тоже переводила кому-то свою помощь. Когда мы помогали нашим ребятишкам, солдатам. И сейчас я перевожу до сих пор уже из Самары. Хоть малую, но копеечку для ребят. Ой, поэтому бумеранг никто не отменял, девчата. Низкие вам поклоны, огромное спасибо. Все денежки, которые вы мне прислали, я не снимаю. Никуда не трогаю. Это на обучение сыну. На курсы, которые при ВУЗах. Один месяц стоит один предмет. 3300 рублей. Мы выбрали два предмета. Физику и математику. Поэтому 6600, это будет у нас только два предмета. Так что вот такие вот дела, девчата. Денежки есть куда пристроить. В большом городе тем более. Девочки, всем спасибо. Низкий поклон всем добрым людям. Даже не совсем знакомым. А просто друзьям по ютубу. Снимаю тут цветочки на клумбе. Мой любимый цвет, напоминающий о моей кухне. И такие же цветочки, как дома. Напоминают о доме. Всем большое-большое спасибо еще раз от нашей семьи. Гудит. Город уже гудит. Хоть и раннее-раннее утро. Музыка. 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 девочки хожу такая чудная чуть-чуть короткий у тани теперь но главное посмотрите минутка юмора кто меня давно смотрит помнит этот костюмчик который мне пришел без манжета вот манжет сделала мне его алина михайловна партнер хожу она тоже слава богу выехала мы с ней уже переписывались девочки думала что костюмчик носить не буду из-за манжета оказывается теперь это самая красивая вещь танином гардеробе на память о прошлой жизни а почему он сохранился потому что лежал в сумке и когда я схватила сумку этот костюмчик вернее курточка от него так и осталось целом все остальное пусть носит враг а это мое теперь одеяние тепло сентябрь такой теплый поэтому сама то для меня сейчас вообще девочки аж самим смешно похватали те вещи которые нафиг не нужны сто лет был в основном а все хорошее осталось на месте люди съезжаются на работу уже скоро почти восемь часов утра а я все хожу девчонки дочь засекает в день проходим 12 13 тысяч шагов можете себе представить для тани которая столько не ходила никогда или не засекала может и больше конечно ходила дома по своим грядкам топталась но не столько поэтому ой здесь конечно мы наворачиваем круги но это пока погода хорошая а а дальше конечно будем сидеть своем жилище уроки девчонки провожу дистанционная мешаем и друг другу сыном он себе в одной комнате я в другой ну куда деваться попросила сегодня здесь коменданта возможно мне дадут комнатку меня не сказали что можно есть там на первом этаже комнатка специально переговоры там проводятся всякие ну попробую потому что я-то говорю громко рассказываю басни своим малышам и поэтому надо как-то мне уединиться попытаюсь пойду сегодня вниз занятие у нас начинается в девять часов но это по москве поэтому у нас тут в десять успеваем как говорится и поспать и позавтракать время работает на нас теперь торопиться некуда но очень тяжело очень мамочки бедные кто на дистанте с детками сидят стеки второй класс это почти первый очень сложно а листва зеленые девочки хотя уже середина сентября в этом году прям осень радует нас и здесь самаре да и у нас в родной курской губернии девочки спрашивали вы меня вернемся ли мы домой девчонки конечно вернемся хотя бы посмотреть как там что там но это будет не скоро потому что даже если сейчас вот с ее минуту бы сегодня написали бы сказали что освободили нашу родную суджу девочки представьте что там происходит все заминировано все разрушено уже мы знаем что два садика точно уничтожены две школы полностью сгорели не говоря уже о центре города военкомат разбит все административные здания разбиты поэтому пока все это не закончится ни воды ни света ни газа все разбито поэтому пока все это не закончится более-менее будет небезопасно как говорится тогда мы уже конечно же вернемся свете уж точно поедем еще что касается вот ютуба девчонки целый год я не выставляла ничего думаю зачем тане тебе это надо а вот только теперь поняла девчата что это было правильное решение ведь ничего не сохранилось у тани ни одной фотографии девочки ни одной иконки ничего ни одной картины моего дедушки который рисовал и только память на ютубе вот теперь прошу сына как-нибудь скачать может быть в облако там или куда-то если youtube заблокирует все хотя бы что то чтобы меня осталось поэтому об этих днях память тоже пусть будет на ютубе так не так снимаю но память хотя бы останется для нашей семьи вот такие дела для чего то они снимают для себя девчата прежде всего для себя ну и конечно для тех друзей которые меня от души смотрят кто знает меня лично в курске многие девчонки знают подруги мои поэтому для этого и снимаю движение пошло конкретно и девочки люди спешат на рабочие места здесь очень много центров ребята для реабилитационных люди здесь лечатся проходят восстановление поэтому врачи приезжают машины гудят охранник он кружится так что скучает тут не приходится нам целыми днями какие-то моменты рабочие как-то так нам болтала вам девочки если получится снять что-нибудь еще когда поедем в центр смотреть вуз может быть завтра выставлю понемножечку буду по капельке все это показывать вам мои хорошие на этом пока пока всем добра главное мира и здоровья девочки даже не знаешь чего больше пожелать то ли здоровья на первом месте а потом мира то ли наоборот мира а потом здоровья все остальное абсолютно неважно мои хорошие это сейчас понимается после всех событий произошедших всех обнимаю пока пока до новых добрых встреч в гости к нам заходите на канал всем очень рады пока пока